МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Баир, здравствуйте. Добрый день. Рада вас видеть. По крайней мере, я человек, который часто ходит на освещение парламентских сессий. Могу сказать, что вы один из немногих оппозиционных людей, который всегда имеет свое слово. Человек, который всегда возмущается, если нужно, говорит и не молчит. Поэтому, я думаю, сегодня будет диалог насыщенный. Но предлагаю сразу начать с актуального, с темы коронавируса. Буквально вчера Владимир Путин снова обратился к россиянам, к главам регионов, призвал соблюдать снова меры ужесточиться, посидеть дома до 11 мая. Мы знаем, что и в Бурятии ввели некоторые жесткие ограничения, снова закрыли парикмахерские, строительные магазины, установили какой-то пост на Верхней Березовке, я не знаю, еще не видела. На ваш взгляд, все эти меры, ну, понятно, не соблюдаются. Можете ли вы их назвать полумерами? Многие говорят, кому-то можно, кому-то нельзя. И власть снова делает полумеры. Вы согласны с этим? Я абсолютно с этим согласен. Более того, мне кажется, эти меры, которые власть предпринимает, больше порой уже начинают походить на какой-то геноцид. Почему я так говорю? Потому что запретить людям выходить на улицу – это не самое сложное. Ну, там, если простым языком, там любой дурак запретить может, да, это делать. Было бы логично людям ожидать, в первую очередь, помощи от государства. То есть, проводя какие-то крупные мероприятия в масштабах всей страны, надо, в первую очередь, наверное, государству продумывать их последствия и минимизировать негативные последствия этих мер. И я, ну, как тоже, будучи депутатом, да, избранным от округа, просто даже по округу вижу, хотя ко мне уже обращение из других районов даже поступает, просто люди сидят без еды, в абсолютно буквальном смысле. И очень много людей многодетных, семей многодетных, где детишки сидят голодные уже в буквальном смысле. И я обращался в Министерство соцзащиты сначала, ну, как-то пытался более комплексно вопрос решить, ну, надеялся, что, может быть, я чего-то недопонимаю, может быть, не вся информация через средства массовой информации, там, в социальной сети поступает. Пытался выяснить, но мне в откровенном разговоре, что называется, мне прям, не буду называть Диме конкретного там сотрудника, но человек мне откровенно сказал, что действительно конкретной помощи от государства сейчас нет. То есть мы не знаем, что делать сами. Сидим и не знаем, что делать, потому что средства не выделяются. И все, что я, допустим, видел, это многие же мне люди в социальных сетях пишут, нам привезли школьные пайки, наконец-то, да, тем детям, тем семьям, которым положены пайки школьные. При этом обязательно, конечно же, не забыли туда вложить бумажку с печатью «Единая Россия», хотя пайки, я хотел бы напомнить, что покупаются на бюджетные средства Республики Бурятия и город Улан-Удэ в случае города. Это все-таки была правда или фейк с этими листовками? Это правда, я думаю, что правда, потому что мне писали конкретные живые люди и отправляли фотографии прямо пайок, и это бумажка со значком «Единая Россия», с печатью, я не знаю, если они отнекиваются, то я бы хотел призвать, ну, как-то смелее быть. Если вы это делали, ну, объясните, что вы считаете это правильным, докажите это. Ну, это уже даже такой третий разговор, но самая суть того, что я хотел сказать, что, безусловно, карантин нужен, безусловно, бороться с этой болезнью, с эпидемией, пандемией нужно, но кому будет легче, если люди начнут умирать от голода, не умерев от коронавируса, вот примерно так вопрос, на мой взгляд, сегодня стоит. Поэтому государство оказалось абсолютно неготовым к серьезной борьбе в такой ситуации. Это в очередной раз показывает пагубность курса в целом страны, власти. Мы видим, когда огромные сверхдоходы у нас опять уходят в офшоры, в карманы олигархов и так далее, а при одном Путине более 5000 больниц по стране было закрыто. Вот вам конкретная цифра. Около 12 с лишним тысяч больниц было на 90-й год еще в Советском Союзе на территории России. К 2000 году примерно на 2000 сократили, при Ельцине сократили на 2000 больниц, а при Путине больше, чем на 5000. Вот они вам конкретные цифры. Но зато сейчас ударными темпами строят многофункциональные центры по борьбе с коронавирусом. Ну да. В том числе у нас, где изразились многие. Это так же, как с садиками. Вспомните, сначала все садики разбазарили, раздали банкам, каким-то фирмам, а потом лихорадочно начали искать свободный клочок земли, чтобы построить там новый садик. И это подается как какое-то достижение. Ну то есть, если вы сейчас придете, ну не вы там, какой-то нехороший человек придет, кому-то в дом разнесет все к черту, а потом подарит, я не знаю, новый утюг. Не знаю, быть ему благодарным за то, что он утюг подарил, или все-таки спрашивать с него то, что он вообще в целом все разгромил. Понимаете, вот то же самое сегодня у нас в масштабах страны происходит. Абсолютно понимаю, но тем не менее, правительство, президенты озвучивают меры. Вот мы отсрочки малому бизнесу и так далее. Но только на деле в регионах малый бизнес и средний бизнес этого, к сожалению, не видят. Да, вот ваша позиция. Может, у вас есть знакомые бизнесмены? Вы, по сути дела, сами ответили на свой вопрос. Действительно, очень много предпринимателей, я и был на совещании в правительстве, когда обсуждали меры поддержки предпринимателей, да. Как-то все это выглядело, что представители народного хурала, крупного бизнеса, точнее представители крупного бизнеса, избранные в хурал, да, таких немало, очень много отстаивали интересы как будто бы бизнеса, но звучало все-таки слово крупного бизнеса добавить хотелось. И тут же сидели представители среднего, малого бизнеса и говорили о том, что, а как же мы, а кто нам будет помогать. Вот эти перечень системообразующих предприятий, да, ну, то есть мы же понимаем, что от коронавируса пострадали абсолютно все. И неважно, владелец ты там огромного завода или у тебя маленькая там пекарня какая-то, магазинчик, даже, может, магазинчик даже больше, возможно, и пострадал, да, и а меры оказываются системообразующим. Безусловно, системообразующие или какие-то стратегические отрасли должны поддерживаться, но тысячи и тысячи людей, которые кормят сами себя и плюс там одного-двух еще человека, или свою семью хотя бы, это не менее системообразующая отрасль, на самом деле. Просто поэтому сегодня, на мой взгляд, надо просто государству всем подряд повально помогать, оказывать конкретную материальную финансовую помощь, полностью освобождать от различных кредитных обязательств, от коммунальных услуг, да, и так далее. А вместо этого вот у нас сейчас 6 мая на сессиях Урала будет приниматься освобождение от имущественного налога. С одной стороны, вот отчасти то, о чем я и говорю, да, с другой стороны, а у кого имущественный налог самый крупный? Это у владельцев крупных сетей различных, там, ресторанов, у тех, кто, торговых центров. Да, арендодателей. То есть у них, да, большой объем, может быть, денег проходит через их бизнес, но вот, ну это же... Они ощутят, они ощутят, а обычный человек нет. А какой-нибудь действительно тот же владельец небольшого магазина, который, возможно, в аренде у него помещения, у того же как раз собственника крупного, он-то не ощутит. И готовы ли эти крупные арендодатели, владельцы, да, торговых центров, раз им государство помогает, в ответ помочь малому и среднему предпринимательству, которые арендуют их же торговые площади, к примеру, да. И таких вопросов очень много, ответов, к сожалению, нету. Поэтому абсолютно не соответствует та помощь государственная, которая на данный момент есть, тем запросам, необходимым шагам, которые сегодня должны быть. Баир, раз что вы упомянули, сессию Народного Хурала будет 6 мая, о каких еще мерах там пойдет речь, поняли мы, имущественный налог и так далее. Мы слышали такую мысль, что депутаты Хурала сегодня многие отдыхают, между тем, зарплата им тикает. Вот работают ли сегодня народные избранники, расскажите нам, или все как-то отсиживаются в самоизоляции? Надо понимать, что депутаты Народного Хурала тоже в некотором разном статусе находятся. Есть 15 депутатов, которые являются постоянными работниками Народного Хурала, помимо депутатских полномочий, они являются председателем Народного Хурала, его заместителем, председателем комитетов и их заместителем, да, их 15 депутатов. И, соответственно, Народный Хурал, так как не ушел, ну, то есть является государственным органом власти, он сегодня продолжает свою работу, и постоянно действующие, ну, работающие депутаты, они должны находиться на рабочих местах, а фактически кто из них находится, нет, я по всем не могу сказать, но знаю, что многие точно работают, находятся на местах. Другие депутаты, ну, допустим, такие, как я, я не являюсь, да, это не мое основное место работы. Мы и в обычное время, вне карантина, собираемся на заседании комитетов на сессии Народного Хурала, ну, на различные совещания, поэтому, ну, и ведем работу на местах у себя, на округе, поэтому, ну, Народный Хурал продолжает свою работу, да. Так, продолжает работу и предлагает меры снижения имущественного налога. Какие еще послабления хотят рассмотреть? Вот для чего будет сессия? Основная повестка, я так понимаю, все-таки коронавирус? Нет, там, на самом деле, основная повестка не только коронавирус, там и вопросы, связанные с бюджетом, ну, там, я сейчас даже все не перечислю, там несколько десятков вопросов будет, и вот как раз сегодня после нашего эфира я тоже иду на заседание комитета, где мы будем работать по повестке. Поэтому это не очередная сессия, которая собирается экстренно по каким-то событиям, а наоборот, текущий стандартный, там достаточно большая повестка. Давайте расскажем всем, как ваша партия сегодня, вернее, уже 22 апреля отпраздновала 150-летие вождя. Мы знаем, что в Бурятии помыли голову Ленина, я знаю, всегда ваша партия этим занималась. Почему в этом году не вы? Ну, я так думаю, что в связи, ну, во-первых, все-таки Владимир Ильич Ленин, если кто-то не знает, он на самом деле является на данный момент основным, так скажем, ну, создателем или как сказать, тем человеком, который, чья подпись стоит под всеми юридическими документами, на основании которых существует нынешняя Россия, потому что преемственности между царской Россией и советской, юридической, она была потеряна. И советская Россия, и нынешняя Российская Федерация, они юридически между собой абсолютно связаны. То есть Россия находится и в ООН, признана другими государствами мира, именно благодаря тем декретам, документам, которые были приняты. Ну да, Росчерку Ленина, грубо говоря. Росчерку Ленин, поэтому это абсолютно ключевой государственный деятель для нашей страны. И я надеюсь, что хоть небольшое, хоть какое-то понимание, в том числе у каких-то там руководителей регионов, городов и так далее, видимо, есть. И они, видимо, посчитали необходимым все-таки привести самый центральный памятник в нашем городе в порядок. Что касается самой даты, к сожалению или, а может быть и не к сожалению, эту круглую великую дату мы встретили в особых условиях в связи с... Я их называю даже не самоизоляцией, а принудительной изоляцией. Давайте ее все-таки правильно, на мой взгляд, называть, потому что нас же принуждает изолироваться, нас штрафуют, если мы на улицу выходим. Вот в связи с принудительной изоляцией и событиями в мире. Но мне кажется, в этом есть, так говоря, современным языком определенная фишка, историческое совпадение, очень хорошее, правильное параллели. Владимир Ильич – это человек, который продемонстрировал, в первую очередь, свое колоссальное умение мобилизовать и общество, и сам он умел мобилизоваться в самые тяжелые для страны годы. Мы вспомним, что Российская империя пала все-таки еще даже в отсутствии Владимира Ильича. Он в это время в эмиграции вынужденно находился. И власть-то большевики взяли в самые тяжелые годы для страны, когда империя уже сама по себе распалась. Произошла уже февральская революция, которая свергла монархию. И большевики взяли, по сути дела, валявшуюся на земле власть в свои руки. А это не какие-то, как сегодня, привилегии и возможности брать откаты и разбазать государственное имущество. Они взяли в тяжелейших условиях и подняли страну. Они за первые, допустим, 30 лет – это 17-й год, 47-й год. Вот сравните, да? 47-й год – это уже два года, как мы в войне победили. За 30 лет Ленин, а потом его соратники Сталин и так далее, они смогли страну поднять с руин Гражданской войны, Первой мировой войны, Гражданской войны, создать мощную индустрию. Как раз вопрос о здравоохранении, если коснуться знаменитой Бурденко, ой, Семашко, прошу прощения, Семашко был наркомом здравоохранения. Ведь они именно в те годы закладывали мощную систему здравоохранения, которая вплоть до 70-х годов считалась самой лучшей в мире и после находилась по основным показателям где-то в пятерке самых лучших мировых систем здравоохранения, вплоть до даже, наверное, почти середины 90-х, потом уже пошел совсем упадок. И очень символично, что юбилей Владимира Ильича мы отмечаем в таких особых условиях, потому что он становится как никогда, наверное, за последние десятилетия актуальным, понятным и даже очень родным и близким дедушкой Лениным, которого все хотят вновь увидеть, которые очень ему благодарны. И теперь уровень понимания другой становится. Одно дело, когда ты открываешь учебник и говоришь, ах, проклятые революционеры, вот жила страна прекрасно вдруг, пришли, все разгромили. А вот если, Баир, без экскурса в истории, вот сегодня, я так понимаю, увлеченных, горящих людей в партии много, тех, кто чтит Ильича? Я вот рад, что на самом деле не только в партии, вот таких становится очень много вообще. Реально больше? Вот расскажите, сколько у вас людей сегодня в партии? Ну, в партии у нас сегодня две с половиной тысячи человек в республике. И приходят молодые? Приходят молодые, и, как вы видите, фракция в народном хурале у нас достаточно молодая, и комсомол у нас развивается, да, и поэтому все, сами идеи, они абсолютно чувствуются, что происходит такой определенный ренессанс, возрождение, да, левых идей коммунистических, вот о чем я говорю, и идеи конкретно Владимира Ильича Ленина, его имя реабилитируется не потому, что какие-то формальные пропагандисты Кремля передумали его там очернять, они его продолжают очернять, но в глазах общества он стал понятным, близким, и люди понимают, почему и за что он боролся, потому что сегодня мы стоим точно перед такими же проблемами. Как раз об этом, да, вы часто говорите на сессиях, я хотела бы про вашу фракцию в хурале, что представлено, насколько я знаю, Малышенко, Алзоев, люди, которые были, вроде бы все улеглось, расскажите, как сегодня по ним ситуация, их хотели исключить, напомню, была комиссия по этике и так далее. Да, ситуация следующая, после, помните, достаточно серьезных выступлений народного схода на площади Советов, осенних событий, да, в сентябре 2019 года, Алексей Самбуевич, глава республики, цедентов Алексей Самбуевич, ну, официально он так не заявлял, но я вам могу сказать, что неоднократно говорил, что мы должны отомстить коммунистам, я должен их наказать и так далее. С этими словами они инициировали снятие с должностей как раз двух наших товарищей коммунистов, Малышенко и Алзоева, которые являются, Малышенко, председателем комитета по госустройству, Егор Константинович Алзоев, зампредседателя комитета по экономике. Вот единственные два коммуниста, которые находятся на постоянной работе в хурале. И вот главе почему-то показалось, что месть должна быть именно такой. То есть они привыкли, видимо, нынешняя власть делить должности. И вот, видимо, считается, что самое страшное наказание – это отобрать какую-то должность. То есть на ближайшую сессию снова вопрос по нему не будет? На ближайшую сессию они опять внесли этот вопрос. И более того, как они это сделали, еще одна горячая, так скажем, тема, это тема Жамбалова, автомобиль которого фигурирует в очень таком трагичном деле. Девочку сбили в Кабанском районе. И Жамбалов являлся тогда там председателем, лидером Единой России, заместителем председателя народного хурала. Все это получило большой резонанс. И я так понимаю, они решили под шумок, чтобы, вот видите, мы бывшего единоросса, прищучим, сейчас они вопросы вносят. И тут же чуть ли не хотят, на мой взгляд, информационно приравнять историю с Малышенко-Алзоевым, которые, слава богу, не совершали никаких страшных преступлений или в ситуациях таких не оказывались. Но информационно, видимо, они пытаются это как-то так подать. И я как раз очень возмущаю такой подход, когда кощурственный, на мой взгляд. Потому что ситуация с Жамбаловым, это одна. Я уже не берусь тоже судить, виноват он или не виноват, потому что на это есть следственные органы. Я не являюсь там свидетелем или участником этих событий. Но если виноват, вот по принципу, как Жеглов говорил, вор должен сидеть в тюрьме, виновные должны понести наказание. Но сегодня домашний арест. Такая мера удовлетворяет всем? Или пока временно? Ну, я тоже не юрист, но, наверное, если есть серьезные основания все-таки считать, что он, я так понимаю, не есть эти основания, считать, что он виноват, наверное, надо обеспечивать такие меры, да, чтобы действительно не было возможно оказать влияние на следствие. Домашний арест настолько позволяет. Два часа отлучения из дома и так далее. В любом случае, даже в ситуации с Жамбаловым, на мой взгляд, параллельно, когда следственные органы в соответствии со всеми процедурами возбуждают уголовное дело, и тогда уже Жамбалов и так, и так перестанет быть даже не то, что зампредом Хуралова, он и депутатские полномочия потеряет. Вот это мне не совсем тоже понятно. То есть, или если есть веские доказательства его вины, уже сколько в месяц прошло, можно было бы предъявить уже официальное обвинение, и тогда по официальной процедуре лишить Жамбалова должности даже депутата, полномочий депутата. Либо, если этого нет, то зачем вообще сотрясать воздух в стенах Хурала? Я не очень этого понимаю. Сам подход. Ну, ваша позиция на ближайшей сессии отстаивать однопартийцев? Самое главное, да. Малышенко, Алзоева. Я как раз начался. Малышенко, Алзоева, безусловно, мы будем защищать наших товарищей, мы не считаем их ни в чем виноватыми, и, конечно, наша позиция будет максимально жесткая по этому вопросу. Так, на ближайшей сессии поняла, какие будут примерно вопросы, но, тем не менее, коронавирус одна прям будет красной нитью, я считаю, помощь будут там, ну, муссировать наверняка, может быть, предложат какие-то варианты. Скажите, пожалуйста, как сегодня ваша партия, коммунисты, помогает людям? Вот вы сказали, жалуются, что многодетные семьи нечего кушать. Вы прям ездили, видели это своими глазами, Боис? Да, ну, я, так скажем, помощь, она в разных плоскостях, так скажем, точнее, работа депутатов, коммунистов, она состоит из разных направлений. Я хочу напомнить о том, что единственным, пожалуй, наверное, членом Совета Федерации, который очень жестко, конкретно выступил на заседании Совета Федерации, был Ильич Микалыч Мархаев. Он озвучил как раз необходимость введения в стране режима ЧП. ЧАЭС, да. Да, чрезвычайное положение, вот там они отличаются. Как раз о том, о чем мы вначале говорили, то есть введение вот этого особого режима позволило бы пересматривать кредитные договоры, хотя бы на этот период, выделять уже серьезные средства из государственного бюджета на помощь гражданам и так далее, и решить много-много-много проблем, а не создавать вот эту ситуацию двойственности. С одной стороны, сидите дома и не работайте, а с другой стороны, а на что же людям питаться? Кормитесь сами, да. Кормитесь сами. 6 мая на сессии Народного хурала мы, конечно, на региональном уровне обязательно у нас есть ряд предложений, и проблемы вот эти мы будем обязательно их озвучивать, в том числе проблемы, в первую очередь, проблемы людей голодных, да, детей голодных даже, которые сейчас находятся в тяжелой ситуации. Ну и, конечно, мы не можем ждать, пока власть отреагирует на наши или на общественную вот эту реакцию, просьбу, требования помочь, оказать нормальную помощь. Дети не могут сидеть и ждать голодными. Поэтому мы, конечно, что от нас зависит, это, конечно, можно сказать, где-то капля в море, но максимально стараемся покупать сухие пайки и развозить просто вот тем семьям, где уже ситуация в крайней степени тяжелая. Я вот по своему округу сейчас более 80 пакетов. Какой округ у вас эта местность? Ну, это Энергетик, поселок Таежный, вот Сырковые квартала, поселок Светлый, Мелькомбинат, ну, вот примерно вот этот вот округ. И, ну, заявок просто невероятно много. А возможности помочь, конечно, ну, всем невозможно. Если государство отказывается от этого, то мы-то уже даже не отказываемся, но просто, ну, не на всех, конечно, хватает средств, но, тем не менее, мы не жалуемся, все, что можем, делаем. Сейчас принимаем заявки и сейчас опять по округу этап следующий приема заявок и будем дальше решать вопросы. Стараюсь где-то друзей, знакомых, товарищей тоже обращаюсь, чтобы уже они, может быть, тоже помогут. Потому что на данный момент я старался на свои средства где-то вопросы решать, но у нас фабрик, заводов, пароходов тоже нет, как вы понимаете, и людей, кто может, тоже спросим. А как в ней самоизоляция ваша партия ведет прием граждан? Как-то это все организовано или по телефону? Ну, прием граждан у нас депутатский прием, он в целом уже по решению Хурала ведется дистанционно, хотя фактически я достаточно тоже, если есть большая необходимость, организую встречи с людьми. Ну, в основном люди сами, в принципе, сильно не обращаются именно на личную встречу, больше через социальные сети. Ну, и в партии тоже самое у нас работает телефон, по которому организовано дежурство у нас в Республиканском комитете КПРФ постоянно находится дежурный, ну, сменяемся. Ну, и есть какие-то экстренные случаи, если человек обращается, мы готовы всегда помочь, конечно, Коммунистическая 49, адрес Республиканского комитета КПРФ. Ну, вот примерно из таких основных направлений состоит наша работа в условиях коронавируса. Хотя вопросов, еще раз скажу, что огромное количество государству, потому что государство – это тот общественный институт, между которым и обществом, и этим институтом существует, грубо говоря, договор, который называется Конституцией. И все мы с вами платим налоги, выполняем свои обязательства как граждане этой страны. В случае, не дай бог, если война случится, все наши молодые люди, там, отцы, дети, сыновья пойдут защищать нашу общую родину. Надо Конституцию менять, я с этим полностью согласен. Вот, кстати, о Конституции. Все-таки перенесли там сроки. Когда будем голосовать за поправки? Я могу только свои предположения высказать, как все будут развиваться события. Но ваша партия была не против поправок, насколько я помню. Мы, более того, с самого начала, с самого 93-го года были против действующей Конституции. Мы считали, что надо ее менять в корне, что она не соответствует интересам трудового народа большинства граждан страны. Но другой вопрос, в каких моментах она не соответствует? И в этом плане получается, что власть сказала, опять-таки, а, но не сказала б, меняет Конституцию, но только в интересах обнуляемого президента, а не в интересах большинства граждан. С этим мы, конечно, не согласны. И поэтому, что касается голосования, я так предполагаю, это мой прогноз, так скажем, уже голосование перенести, должно было быть в апреле голосование, перенесли на, скорее всего, лето, но думаю, что объявят, что, понимаете, что сама процедура, она и не предполагала голосование всеобщего. Региональный парламент утвердили, Госдума, Совет Федерации утвердили, все принято, об этом уже Панфилова официально заявляла, что людям голосовать то и не обязательно, это добрая воля президента, вот послушать, что там челядь хочет, так вот, получается, что голосование перенесли, и, скорее всего, сошлются, ну, вы хотите тоже 14 миллиардов тратить на ненужное никому голосование, Конституция-то уже изменена, давайте вообще даже и голосовать не будем. Я предполагаю, что будет так. Мы посмотрим, будут ли ваши прогнозы, и у меня завершающий вопрос, очень важно, Баир, все мы понимаем, что вот выход из этой долгой самоизоляции, уже мир не будет прежним, согласитесь, уже все поменяется, уже мы будем жить по-другому. Какие выводы стоит сделать населению России? Мы должны всем с вами четко, ясно, и навсегда уяснить, что надо прилагать свои усилия общества, всего общества, к тому, чтобы менять условия нашей жизни. Никто их не поменяет, и тем более, на какую-то там, многие говорят, вот в Америке там хорошо, или еще где-то, да, там хорошо, но это их страна, и они будут там жить хуже или лучше, в зависимости от своих каких-то действий. Мы с вами живем в России, положительный пример мировой надо применять, но применять его надо здесь, а это должны делать люди конкретные, живые, живущие в России, любящие ее, и желающие ей прекрасного будущего. А я искренне верю, что так и будет, и у нас обязательно все будет хорошо, но не само собой так наступит, а именно потому, что наш прекрасный, трудолюбивый, талантливый народ проснется и действительно скажет, что хватит это все терпеть. На такой жизнеутверждающей, даже бунтарской немного ноте я предлагаю завершить нашу программу. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас был секретарь Бурятского Резкома КПРФ и депутат Народного Хурала Баир Теренов. Баир, спасибо огромное за беседу. Спасибо. Всего доброго и до встречи в эфире телекомпании ТВКом. Редактор субтитров А.Семкин